Жители жилого комплекса «Европейский» устали от неевропейского качества жизни. После последнего выхода программы «Архитектурный патруль» обитатели самого жуткого новостроя митингуют. Из трёх домов по улице Бочарова один недостроен. В остальных – дикие условия жизни. У меня двое мальчиков, один из них – ребёнок-инвалид. И центр реабилитации находится рядышком здесь, на Сахарова. Поэтому у нас было решение продать в городе квартиру и переехать на посёлок Котовского. В сентябрь, октябрь, декабрь мы обращались официально и в департамент областной. Был уже график – это март месяц. Ну, как видите, марта месяца нет. Господин Дондов говорит о том, что он сдастся, он будет, но движений никаких. У нас третий дом, которому жить невозможно, так как нет ни света, ни воды, ни вообще дом недостроен. Мы ждём с 2006 года. Был заключён договор ещё в 2006-м. И каждый раз обещают, обещают. И никаких вообще сдвигов. В сданном комплексе в подъезде свисают оголённые провода. Обстановка пожароопасная. Повсюду грязь, дыры в полу, поломанные двери. И на девятнадцатый этаж люди поднимаются пешком. Из трёх лифтов – один. Я хочу тоже подняться по этому лифту. Пожалуйста, выйдите, пожалуйста. Вы мне мешаете. Во время съёмок программы «Архитектурный патруль» в жилом комплексе «Европейский» нам так и не удалось проехаться на лифте. Но вот сейчас нам эта уникальная возможность представилась. Здесь работает и лифтёр. Он сам останавливает лифт на нужном этаже. Подъёмник работает в аварийном режиме. Слово нет, конечно. Но мы всё надеемся, конечно, что когда это закончится, прекратится. Потому мы тут и собираемся. Ну как это, чтобы лифт вот так вот ездил. Даже если дети, бывает, и дети ездят. Не дай бог ребёнок какой-то, где-то что-то ногу, руку туда всунет. Можно же не успеть. Жители жилого комплекса «Европейский» сами собирают средства на установку ещё одного лифта. И готовы судиться с застройщиком, который сбежал, не достроив новострой. Анастасия Большедворова, Виталий Прус и команда «Думская ТВ» будет оказывать информационную поддержку обитателям этих строений в борьбе за человеческие условия жизни. Продолжение следует...